В Дубае продолжает свою работу климатический саммит КОП-28. В числе достигнутых положительных результатов начало деятельности представительства Международного союза охраны природы в Ташкенте. Об этом договорились на встрече с генеральным директором организации. К тому же совместно реализуются два национальных и один региональный проект. Основное внимание уделяется продовольственным системам и землепользованию. КОП-28 Так, между Министерством экологии, охраной окружающей среды и изменением климата и финансовым институтом будет разработана стратегия сотрудничества на 2024-2028 годы. Стратегия сотрудничества на 2024-2028 годы предусматривает сотрудничество в области внедрения альтернативных источников энергии. Также это созвучно с видением президента республики Узбекистан, которую он выдвинул в ходе конференции КОП-28. Узбекистан для нас очень важный партнер. АБР выделит 1 миллиард долларов и большая часть средств пойдет именно на предотвращение последствий климатических изменений. Еще один практический результат. Отныне в Ташкенте начнет работать представительство Международного союза охраны природы. Об этом договорились на встрече с генеральным директором организации. В настоящее время совместно реализуются два национальных и один региональный проект. Основное внимание уделяется продовольственным системам, землепользованию, а также улучшению экосистем ценных ландшафтов Узбекистана. Также были обсуждены вопросы сотрудничества по обновлению Красной книги Узбекистана в соответствии с международными стандартами. Мы благодарим правительству Узбекистана за сотрудничество с Международным союзом охраны природы. Уже не первый год ведем тесную работу с коллегами из Узбекистана в области сохранения природы и предотвращения последствий изменений климата. В основном делаем акцент на улучшение почвы, ведем также борьбу с вредителями растений. Мы уже наметили четкие планы по реализации совместных проектов. В вашей стране есть все условия для продвижения наших идей. Речь идет о богатом биоразнообразии и плодотворной почве Узбекистана. Панельная дискуссия. Этноэкология, традиционные практики и использование знаний коренных народов в борьбе с изменением климата. Были обсуждены актуальность этноэкологических подходов для устойчивого развития, адаптация к местным условиям и инклюзивных экологических практик. Исходя из этого, в Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований при Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University.